Это событие по праву можно включить в топ-10 самых выдающихся свершений 20 века. 50 лет назад началась реализация самого амбициозного проекта в истории отечественного автопрома. Стране нужен был народный автомобиль, и она его получила. Столь же масштабным будет и празднование полувекового юбилея Волжского автозавода. В ближайшие годы все значимые события в Тольятти будут приурочены к юбилею. И, наверное, надолго запомнится и то, что тоже 20 июля в области был открыт первый физкультурно-оздравительный комплекс типа «Тройка». Символический ключ тольяттинцам вручил губернатор Николай Меркушкин. Самое главное, конечно, для молодых людей, чтобы было чем заняться, увлечься настоящим спортом, большим спортом. И, может быть, не всем удастся достичь самых высоких бежев, но то, чтобы укрепить свой характер, здоровье. Глава региона осмотрел новый объект. По замыслу этот центр способен принимать соревнования международного уровня. Впрочем, не обошлось и без замечаний. Недочеты строители пообещали устранить в ближайшее время. Тем не менее, юные спортсмены уже строят планы с появлением этого дворца. В них появилась надежда на успешную карьеру в большом спорте. Цель моя – мастер спорта. Тренируемся мы каждый день по два раза. Замечательный комплекс построим. Это поможет развитию плавания в нашем городе. За праздничным столом более тысячи человек. Судьба каждого так или иначе связана с автопромом. Поздравления звучат на высшем государственном уровне. Телеграмму в адрес коллектива направил президент страны Владимир Путин. В общей сложности это сотни тысяч человек. Это историческое событие для всей нашей страны. И я не побоюсь сказать, что это было в определенной мере очень важным событием для всего мира. На этой земле, Тольяттинской, был построен завод самый крупный в мире. Мы стали тогда выпускать автомобили, которые другими сделали наших людей. Сегодня ветеранам снова вручают награды. Василий Михайлович Малыхин – герой социалистического труда. Теперь рядом с золотой звездой Серп и Молот – почетный знак Куйбышев – запасная столица. Плюс почетная грамота губернатора. Мы как дети, маленькие, бегали, радовались с других участков, поглядеть, посмотреть уже на выпущенный автомобиль. А он был в конце, там конвейер большой, в конце уже выпущенный. Потрогать – это была радость. Сегодня АвтоВАЗ строит не менее масштабные планы, чем 50 лет назад. О новых моделях завода говорят как о втором рождении предприятия. В будущем успех компании будет зависеть от новых моделей, таких как «Лада Веста» и «Лада Икс Рей». «Лада Веста» уже занимает на российском рынке пятое место среди самых продаваемых автомобилей, а «Лада Икс Рей» – семнадцатую позицию. И сегодня мы работаем над новыми проектами и продуктами, которые принесут нам успех в будущем. Торжества, которые начались сегодня, продолжатся четыре года. Все это время будут проводиться юбилейные мероприятия. А в 2020 году исполнится 50 лет с того момента, как с конвейера Волжского автозавода сошел первый автомобиль – ВАЗ-2101. Первый народный автомобиль России. Олег Зверев, Константин Головин. События.